Трактора малой и средней мощности, которые будут производить в Чувашии, должны заменить импортные аналоги. Реализацию инвестиционного проекта обсудили сегодня в формате видеомоста с руководителями федеральных ведомств. Второе совещание спустя две недели. Вокруг нового завода по выпуску тракторной техники объединяются производители, комплектующих из других регионов. И вопросы необходимо решать безотлагательно. В ближайшее время должны быть определены конкретные технические требования. Каркас социально-инвестиционного контракта, состоящий из технического задания, из предварительного бизнес-плана, из договоренности с поставщиками, из понимания примерного размера инвестиций и направления инвестиций. Какая от нас нужна помощь, чтобы эти процессы у вас прошли более эффективно и более быстро? У нас техническое задание должно быть вписано для современных экологических требований. Это принципиально важно. Там существует два варианта. Как говорили, вот этот первый, серебро-метровый двигатель, который разработан, который с 130 лошадиных сил. Мы посмотрим, можно ли его привязать. И второе, у них вклада как раз разработка на линейки двигателей для строительно-дорожной тракторной техники. Новая линейка тракторов будет оборудована двигателями с минимальным выбросом вредных веществ и интеллектуальными системами управления. Спрос на технику большой. За год на заводе планируют выпускать порядка 5000 машин. Реализация проекта такого масштаба была бы невозможной без поддержки федерального центра. И в Рио главы республики ею заручился в первую очередь. Для производителей предусмотрены преференции, отметил Олег Николаев. Готовы предоставить максимально возможные формы содействия для того, чтобы этот проект был реализован в максимально кратчайшие сроки и максимально комфортных условиях. Эти решения касаются, прежде всего, части налога на прибыль, части налога на имущество и земельного налога. Очевидно, все эти преференции устанавливаются на самых низких позициях, которые нам предоставляет возможность налоговый кодекс Российской Федерации. То есть нулевая ставка по налогу на прибыль, 0,1 по налогу на имущество и, соответственно, 0,1 по налогу на землю. Обсуждение проекта продолжается. Инвестиционный контракт планируют подписать до сентября. Дмитрий Ковалев, Валерий Резюков, Республика. Продолжение следует...